Всем привет! С вами интернет-газета Страна.юэй и я Анастасия Тофт. Я теперь принадлежу к особой категории людей. Я журналист в декрете. Собственно, этим обусловлен мой внешний вид. В промежутках между домашними и мамскими делами я нашла минутку, чтобы рассказать вам об очередной зраде. Речь пойдет о так называемых бэйби-боксах. Покунг и малюка. Картонные коробки, очень такие большие и увесистые, которые правительство начало выдавать всем молодым родителям с 1 сентября. Я вот получила уже свою коробку и что вам могу сказать? Я получила ее на месяц позже положенного. Изначально чиновники заявляли, что такую вот коробку будет получать каждая мама новорожденного ребенка еще в роддоме при выписке. Но, как оказалось, это не так. Далеко не во всех роддомах есть в наличии вот эти покунги малюка. Их туда просто не завезли. Вот и мой роддом, в котором я рожала, попал в число таких невезучих. Поэтому за вот этой вот коробкой мне пришлось идти самой. И после того, как я выписалась из роддома без вот этого покунга малюка, у меня начался целый бюрократический квест. Сначала мне нужно было пойти в одну социальную службу и занести туда заявление, которое я написала еще в роддоме о том, что не получила вот этот вот подарок от государства. А потом мне нужно было еще неделю где-то ждать звонка из другой социальной службы, в которую мне нужно было пойти и забрать вот эту посылку. То есть государство дарит мне подарок, но при этом я сама должна за ним ходить, собирать бумажки, подписывать заявления, относить их, потом ждать звонка, потом ходить и самой еще забирать вот эту посылку, которая весит, между прочим, 8 килограмм и тащить ее самой на себе домой. Своеобразный, конечно, способ поздравить маму с рождением ребенка, но, видимо, наше правительство понадеялось на одну известную поговорку. Дареному коню в зубы не смотрят. Но мы заглянем. Итак, что же ждет молодых мам в покунке малюка? Итак, подгузники. Честно говоря, такой фирмы я еще не видела. В наших магазинах, по крайней мере в Киеве, таких нет. Производство Китай. Качество, если честно, оставляет желать лучшего. Я дома протестировала на своем ребенке. Ему они не подошли. Вот этих подгузников наши заботливые чиновники положили аж 4 пачки. Вопрос, зачем так много? Потому что, ну, любая опытная мама знает, что если ребенку уже изначально подошли какие-то подгузники, то фирму лучше не менять. Где же мне их потом искать размером побольше, когда малыш подрастет? Дальше. Прокладки для груди. Той же фирмы, что и подгузники. Посмотрим, как они выглядят. А выглядят они вот так. Каждая в одноразовой упаковке. Это, конечно, хорошо, но у меня вопрос. Почему они плоские? Производители, видимо, вообще не знакомы с женской анатомией и не знают, что грудь имеет выпуклую форму. Я честно скажу, я как ответственная журналист в декрете. Я один раз попробовала надеть вот эти вот прокладки для груди. Из-за того, что они плоские, они топорщатся под одеждой и выпирают очень некрасиво. Их реально видно и заметно. Ну, опять же, производство Китай. Что вы хотели? Тут у нас, наконец-то, знакомая фирма. Всемирно известный бренд. Детская пенка-шампунь для мытья и купания от макушки до пяточек. Без слез. Вещь полезная, ну, конечно, не с первых дней жизни, но все-таки спасибо. Пользоваться будем. Влажные салфетки. Судя по названию, я предположила, что это может быть даже какое-то итальянское производство, но на самом деле нет. Их делают в Украине. Пахнет довольно приятно. Написано, что гипоаллергенные, их тут 60 штук. Крем для заживления сосков. У мам, которые только начинают кормить грудью, часто бывает такая проблема, что появляются трещины. И вот этот вот крем, 100% ланолин, как раз рекомендуют использовать в таких случаях. Лично мне вот этот крем очень был необходим как раз месяц назад, когда я только-только родила и начала кормить грудью. Сейчас этой проблемы уже нет, собственно и крем этот мне не нужен. Хотя вот тогда я обыскала все ближайшие аптеки, нигде не нашла крема именно с ланолином. В общем, подарок хоть и нужный, но запоздалый. Термометр для воды. Выглядит довольно симпатично, такой розовый кит. Проблема в том, что пока мы ждали свой бэби-бокс, мы уже купили вот такой же термометр. И зачем нам теперь второй? И еще одна вещь, которая мне уже не нужна, потому что еще в роддоме меня заставили купить электронный термометр. Почти за 200 гривен, кстати. Ну теперь у меня их два. Не знаю, конечно, что я буду делать со вторым. Может, продам где-нибудь. Ножницы детские. Вопросов нет, как бы нормальные ножницы, но опять та же проблема, у нас они уже есть. Игрушка-погремушка. Пластик. Такой довольно дешевый на вид. Не знаю, все равно вот в первые дни жизни, даже в первый месяц она не очень актуальна, потому что малышу такие игрушки еще не интересны. Учитывая то, что она произведена в Китае, ну, не стоит от нее многого ждать. Детский плед. Довольно симпатичный, на ощупь приятный, стопроцентный трикотаж. Шьют его у нас в Украине, что уже очень радует. Претензий нет, в принципе, можно использовать детские носочки. Две пары. Обычные носки, что можно сказать про носки, посмотрим, где их сделали. Узбекистан. Это очень странно. Неужели у нас в Украине не нашлось ни одного производства текстильной фабрики, которая могла бы пошить вот аналогичные носки? Зачем в украинский бэби-бокс класть носки из Узбекистана? Тут у нас вот такое вот полотенце. Очень удобно после купания в такое полотенце заворачивать малыша. Вы можете видеть, что тут вот нитки торчат. К тому же из него немножко лезут ворсинки, когда проводишь по нему рукой. Посмотрим, где же сделали это чудесное полотенце Азербайджан. Ну, у меня логичный вопрос, как и в случае с носочками. Неужели не было в Украине завода, который может пошить обычное полотенце так, чтобы из него не лезли нитки? Переходим к пеленкам. Их тут три штуки. Одна фланелевая. Вот она с такими милыми зайчиками. Ну, обычная фланелевая пеленка, ничего особенного. Сделана в Украине, уже хорошо. Но, если честно, по качеству она немножко странноватая. Такая как, ну, ближе к синтетике. Не знаю, насколько тут действительно 100% хлопок. Вторая пеленка. Уже тоненькая, наверное, ситцевая. Тоже написано, что 100% хлопок. Но сделана, вы можете сами посмотреть тоже как. Вот нитки торчат по краям. И третья пеленка. Честно говоря, первый раз вижу пеленку вот такого материала. Вот вы можете посмотреть, что она просвечивается. Знаете, это как вот эти куски белой ткани, на которых вышивают крестиком. Вот это вот очень похоже. И она на ощупь колючая. Я не знаю, как в нее можно пеленать ребенка. Вот такое одеяло. С симпатичным рисунком. Единственный минус, оно чем-то пахнет. Какой-то резиной. Вот знаете, так пахнет в магазинах с некачественной обувью. Таким вот дешевым дермантином. Я не знаю, может оно, конечно, выветрится. Потом или после стирки. Но очень странно. Еще есть вот такая вот пеленочка. Непромокаемая. Вот к ней, кстати, пристала ворсинка. Это, наверное, с полотенца. С одной стороны у нее клеенка. С другой стороны хлопок. В хозяйстве пригодится. Еще в украинском бэби-боксе есть одежда для малыша. Два комплекта. Вот один самый маленький размер. Второй чуть побольше. Вот такие замечательные человечки. В таких же расцветках там сложены шапочки, ползуночки, бодики. Глядя на эти расцветки, я скажу честно, что я бы своему ребенку такие не купила, если бы я выбирала. Но дело вкуса. Опять та же проблема с этими детскими вещами. Сделаны в Узбекистане. Ребята, серьезно, Узбекистан? Я покупала аналогичные детские вещи украинского производства, прекрасного качества и очень красивых расцветок. Я просто не понимаю, зачем в украинский бэби-бокс класть одежду не украинских производителей. Просто в голове не укладывается. И последнее, что есть в украинском бэби-боксе, это вот такой вот матрасик. Сделан он из поролона, кстати, достаточно мягкого, это не очень хорошо. Федиатры рекомендуют, чтобы матрас, на котором спит ребенок, был твердый. Этот расседает. По сути, никуда, кроме вот этой вот коробки, этот матрас положить не удастся. То есть, предполагается, что мама должна класть своего ребенка спать вот в эту коробку. Ну, если честно, может, конечно, это и удобно. Такая переносная люлька, вот ребенка туда положила, и ходишь с ним по квартире. Ну, для меня, честно, странно, ребенок спит в коробке такое. Ну что ж, подведем итоги. Больше всего в украинском бэби-боксе меня поражает то, что он не совсем украинский. Подгузники – Китай. Прокладки для груди – Китай. Одежки – Узбекистан. Носочки – Узбекистан. Полотенце – Азербайджан. Если это украинский бэби-бокс, логично было бы поддержать украинского производителя. Ну, неужели так сложно пошить вот такие вот бодики? Ну, я в жизни не поверю, что не нашлось ни одной фабрики, которая не смогла бы это сделать. Подводя итоги, скажу, что инициатива действительно хорошая, очень правильная, очень благая. И здорово, что наши чиновники озаботились вообще молодым поколением и решили вот такими подарками встречать новую жизнь. Но, 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 сделать из этой инициативы действительно красивый жест у правительства не получилось. Обещали выдавать в роддоме – не выдают. Да еще и мамам приходится самим хорошенько за ними побегать. Глядя на все эти вещи из украинского бэби-бокса, хотелось бы, конечно, сказать, что затраченные усилия на то, чтобы получить покунок малюка, были оправданными. Но, нет. Половина из этих вещей уже не актуальна, уже просто не нужна. Из самого маленького размера вот этих вот ползуночков, человечков и бодиков, мой ребенок за прошедший месяц уже вырос. Они были нужны вот тогда, как раз, когда и чиновники обещали их выдать с самого начала в роддоме. А сейчас они просто будут пылиться у меня где-то на полке. Неужели нельзя продумать как-то логистику, сделать доставку, хотя бы, чтобы вот эту вот 8-килограммовую коробку доставили мамам домой? Зачем их гонять по гололеду и холоду за этими посылками? Вот объясните мне. Как обычно, придумали классную инициативу, действительно хорошую, но до ума довести не смогли. Правительство заявляло, что в этой коробке собрано товаров на 5000 гривен. Я не поленилась и посчитала стоимость вот этих всех вещей. Она едва доходит до 3000 гривен. Где-то 2500-2700. И это я считала розничные цены. А государство закупало оптом, то есть должно было быть еще дешевле. Вопрос. Куда делись остальные деньги? 2000 стоила вот эта картонная коробка? Мало того, что запороли просто весь прикол этого бэби-бокса, не доставили его в роддом, так еще и украли. Украли у детей. Ну не стыдно, а? В завершение скажу одно. Когда наше государство вам что-то дарит, оно делает это так, что вам и подарка уже никакого не хочется. Субтитры создавал DimaTorzok